Таблетки тамсулазин увеличивают максимальную скорость мочеиспускания, а также снижают тонус гладкой мускулатуры предстательной железы и уретры, улучшают отток мочи и таким образом уменьшают симптомы опорожнения и наполнения мочевого пузыря. Тамсулазин также уменьшает выраженность симптомов наполнения. При длительной терапии сохраняется воздействие на выраженность симптомов наполнения и опорожнения, уменьшается риск развития острой задержки мочи и необходимость оперативного вмешательства. Показания. Применяется для лечения дезурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Способ применения и дозы. Применяется внутрь, по одной таблетке, один раз в сутки, независимо от приема пищи. Длительность применения неограничена. Препарат назначают в виде непрерывной терапии. Таблетка должна быть принята целиком, ее нельзя разжевывать, так как это может повлиять на скорость высвобождения препарата. Синдром отмены отсутствует. При почечной недостаточности, легкой и средней степени тяжести, коррекция дозы препарата не требуется. Применение тамсулазина у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью требует соблюдения мер предосторожности и тщательного медицинского наблюдения. При печеночной недостаточности, легкой и средней степени тяжести, коррекция режима дозирования препарата не требуется. Применение тамсулазина при печеночной недостаточности, тяжелой степени противопоказано. Противопоказания. Гиперчувствительность к томсулазину, включая ангионевротический отек или к любому другому вспомогательному веществу в составе препарата. Ортостатическая гипотензия, в том числе в анамнезе. Печеночная недостаточность тяжелой степени. Возраст до 18 лет. Дефицит лактазы. Непереносимость лактозы. Синдром глюкозы галактозной малябсорбции. Особые условия. Прежде чем начать терапию томсулазином, пациент должен быть обследован с тем, чтобы исключить наличие других заболеваний, которые могут вызывать такие же симптомы, как и доброкачественная гиперплазия простаты. В случае развития ангионевротического отека следует немедленно прекратить терапию препаратом. Повторное назначение томсулазина противопоказано. В связи с возможным головокружением следует воздержаться от управления транспортными средствами и механизмами, а также занятием деятельностью, требующим повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия. Нарушения со стороны нервной системы. Часто. Головокружение. Нечасто. Главная боль. Редко обморок. Нарушения со стороны органов зрения. Частота неизвестна. Интероперационная нестабильность радужной оболочки глаза. Синдром узкого зрачка. При операции по катаракты. Глаукомы. Нарушения со стороны сердца. Нечасто. Ощущение сердцебиения. Нарушения со стороны сосудов. Нечасто. Ортостатическая гипотензия. Нарушения со стороны дыхательной системы. Нечасто. Ренит. Частота неизвестна. Носовое кровотечение. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Нечасто. Запор. Диарея. Тошнота. Рвота. Частота неизвестна. Сухость во рту. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Нечасто. Сыпь, зуд, крапивница. Редко ангионевротический отек. Очень редко синдром Стивенса-Джонсона. Частота неизвестна, многофорная ретема, эксфолиативный дерматит. Нарушения со стороны половых органов и молочной железы. Часто. Нарушения эякуляции. Очень редко приопизм. Общие расстройства и нарушения в месте введения. Нечасто. Астения.